ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шемда будет благословенным имя Господня. Мы приветствуем вас на очередном выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Я хочу начать с благодарности всем нашим партнерам. Благодаря вам мы можем выходить в эфир и делиться Божьей любовью через различные медиа по всему миру. Милая, ты являешься невероятным благословением для людей. Более 20 лет назад ты сказала, я просто буду собой. Я не буду пытаться соответствовать христианской культуре и быть такой, какой меня представляют люди. Раньше все считали, что жена пастора должна играть на органе и обязательно петь. Но ты сказала, а я буду собой. И в сегодняшнем выпуске мы сконцентрируемся на разнице между жизнью в духе и религиозной культурой. Дорогая Синтия, а что бы ты хотела сказать сегодня нашим зрителям об этом? Господь говорил мне об этом. Когда ты пошел в служение и начал возглавлять собрание, я хотела быть лучшей женой пастыря, раввина. Я хотела быть лучшей. Это было очень сложно. Я пыталась угодить всем. И когда я молилась Господу об этом, Он сказал, будь собой. Это принесло мне свободу. Я молюсь о том, чтобы это принесло свободу и всем вам. Это четвертый сезон цикла, который я назвал «Тайны Евангелия от Иоанна». Я беру конкретные стихи из Евангелия от Иоанна, которые говорят нам о тайнах, истинах, которые мы должны понять. Сегодня мы продолжим читать четвертую главу. Мы посмотрим на случай, когда Иешуа встретился с Самаринкой у колодца. В этом диалоге между Иисусом и Самаринкой мы видим нечто прекрасное. Я продолжу с того, на чем закончил на прошлой неделе. Присоединяйтесь ко мне, когда я буду читать из Евангелия от Иоанна, четвертой главы. Начну я с 13 стиха. Тут Иешуа говорит этой женщине, которая пришла за водой, всякий пьющий воду сию, возжаждет опять. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Я хочу рассмотреть эту фразу, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Но прежде чем перейти к ней, я хочу обратить внимание на тот факт, что эта женщина понимала, что Иешуа говорил ей о том, что она еще не переживала. Она сказала, «Дай мне этой воды, чтобы мне больше не жаждать». Чтобы я больше не приходила к этому колодцу. Это напоминает мне о том, что случилось со мною в детстве. Я не знаю, сколько мне было лет, ну, где-то семь или восемь, но я хорошо помню тот случай. Я ехал на велосипеде под гору и повернул за угол. Я ехал на велосипеде вверх, под гору, а в итоге я добрался до вершины холма и повернул. И тут ко мне пришла мысль, «Разве не было бы чудесно, если бы у моего велосипеда был мотор, чтобы мне не нужно было крутить педали?» Я хотел просто наслаждаться поездкой. Я хотел двигатель, который был бы моей силой в жизни. Эта мысль пришла ко мне в семь или в восемь лет. Я хотел, чтобы жизнь была легкой, чтобы мне не нужно было активно крутить педалями, напрягаться. В определенном смысле именно об этом и говорила эта женщина. «Господи, дай мне воды, чтобы я больше не жаждала, и мне не приходилось каждый день ходить к этому колодцу, нести тяжелые сосуды с ванной. Дай мне эту силу, которая принесет мне радость и облегчит бремя, а сделает мою жизнь легче». Иисус сказал, «Придите ко мне, мое иго благо и мое бремя легкое». Иешуа хочет дать нам сил, чтобы вопрос больше не был в нас. Его дух дает жизнь. Иешуа сказал, «Мой дух дает жизнь». Дух животворит, а плоть не приносит пользы. Некоторые люди, слыша о рождении свыше, думают, что это какое-то убеждение религиозности. Они считают, что это узколобые христиане-фундаменталисты. Рождение свыше не связано с этим. Иисус сказал, «Если вы не родитесь свыше, то не увидите Царство Божье». Это связано с принятием Зои, что на греческом означает «жизнь». Это связано с принятием жизни Божьего Духа. А вот о чем говорит нам Иисус. «Вы будете пить от Меня. Если вы примете Мой Дух, то Мой Дух придет к вам и исполнит самые глубокие желания вашей души, чтобы вам больше не нужно было искать их материального исполнения, которое не может наполнить вас по-настоящему. А вы получите то, что может дать лишь Бог. Это то, ради чего вы родились и были созданы. А вы были созданы по образу Божьему, чтобы жить так, как задумал Он. Иисус говорит, «Если вы примете Меня и будете возрастать во Мне, следовать за Мною, то Мой Дух станет вас источником живой воды, который забьет внутри вас». Он наполнит вашу душу, ваши эмоции, облечет вас в красоту, принесет близкие отношения со мной. Вы будете переживать «Мой мир», и вы получите то, чего жаждали и искали, потому что Господь восполнит все это и дарует вам полноту. В миссии Иешуа мы с вами обретаем полноценность. Я хочу показать вам нечто в этом цикле, в этом выпуске о тайнах Евангелия от Иоанна. Мы с вами должны искать сверхъестественные жизни в Духе. Наше хождение с Иисусом – это отнюдь не религия. Оно связано с Духом. Мы вводимы Духом. Иногда люди думают, что живут христианской жизнью просто потому, что они погружены в христианскую культуру. Христианская культура, конечно, может быть полезной, но она не даст нам всего. Мы должны идти дальше христианской культуры. Мы должны входить в сверхъестественный мир Хошема, в мир Духа Святого. О каком мире я говорю? Я говорю о том, чтобы входить в духовную жизнь. Пути Духа выше наших путей. Мысли Духа выше наших мыслей. Мы должны войти в Дух личный. Иными словами, Бог сделает для каждого из нас то, что Он сделал для Авраама. Он сказал Аврааму оставить комфорт. Аврааму пришлось оставить свою страну, своих друзей. Он пошел за Духом Божьим, чтобы войти в нечто большее, сверхъестественное обетование Божие. Если мы с вами хотим войти в жизнь Духа, в сверхъестественную жизнь, которая несет реализацию, если мы хотим ходить в Духе, двигаться в силе, мы должны быть сводимы Духом. Это будет сверхъестественно. Бог научит нас пребывать в Нем, слышать Его голос. Он поведет нас к вещам, которые могут казаться бессмысленными, постыдными в этом мире. Он будет побуждать нас делать то, что некомфортно. И когда мы будем повиноваться Ему, как Авраам, то нас будет ожидать нечто удивительное, феноменальное и прекрасное. Иисус сказал, что нас ожидает обеспечение, которое Он приготовил для нас. Он даст нам то, чего мы жаждали, хоть мы и не осознавали этого. Он наполнит нас. Ну что же, давайте продолжать. Не знаю, как вы, но Я ищу сверхъестественного жизни в Духе, потому что Дух дает жизнь. Иисус говорит, «Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Я хочу сказать, что это не одноразовое событие. Я не хочу, чтобы вы впали в заблуждение. Иисус говорит, что это то, чего мы должны искать всю жизнь. Иисус сказал, что этот источник воды, который получают люди, когда пьют от Него, пробивается в них. Как сказано, «Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем». Это не происходит одномоментно. Некоторые люди пробуют ее и остаются в ней день или неделю, а затем думают, что ничего не вышло. Но это поиски длиною в жизнь. Дух Господа приходит в нас. Мы наполняемся Духом, ищем Его всю жизнь. И Он возрастает в нас, в то время, как мы умоляемся. Мы учимся пребывать в Нем и отдаем Ему Свою силу, чтобы становиться Его слугами. Мы постепенно, потихоньку, понемногу преобразуемся от благодати к благодати, от славы к славе. Старое проходит, и мы становимся новым творением в Мессии Иисусе. И с возрастом это новое вино становится полнотой нашей жизни. И хоть наше тело страдает от времени, наш внутренний человек обновляется ежедневно. И чем старше мы становимся, тем счастливее и радостнее мы становимся. Именно поэтому женщина пришла к колодцу, и она хотела получить нечто для своей души. Но она не могла найти это в мире плоти и тления. А позже она нашла это у ног Иешуаха Машеаха. Аминь. Иисус делал три вещи, куда бы он ни шел. Он проповедовал Евангелие. Он изгонял злых духов. И еще он исцелял больных. Что случилось? Пастор. Это Айнат. Ей 25 лет. У нее были психические проблемы. Она пошла на учебу и даже стала медсестрой. Но она не смогла пройти практику в медицинской школе. А это ее бабушка. Она услышала, что она ничего не могла делать. У нее были проблемы с головой. Она ничего не могла делать. Она провела в больнице пять дней. Когда они услышали о Крусейде, то привели ее на Крусейд. И после молитвы эта девушка обрела полную свободу. Больше никакого хаоса, никакого головокружения. Она полностью исцелена. А как ее зовут? Аннет. Я слышала, как кто-то обращался ко мне. Было такое чувство, словно кто-то говорил ко мне. Она слышала голоса. А вы до сих пор слышите эти голоса, так? Я больше не слышу голосов, которые слышала в четверг. Я больше их не слышу. О, голоса ушли. Голоса ушли. Во имя Иисуса. Вчера я проведывал свою близкую подругу и сестру Господи Агнас. Ей 91 год. Она еврейка. Эта женщина сверхъестественным образом получила исцеление много лет назад. И после этого она начала активно следовать за Господом. Когда мы с Инцией проведывали ее вчера, я не знал, чего ожидать. Опять же, не забывайте, что ей 91 год. И когда она открыла двери, то я увидел, что она выглядит прекрасно. Она была полна силы мира. Она выглядела как невинная девочка. Я увидел в этом верность отца своей дочери. 91 год. Она пребывала в мире Божьем. Да, ее волосы просидели. Ее кожа покрыта морщинами. Но в то же время она была одета в радость и мир Хашема. Я буквально видел образ отца на ее лице. А вот о чем я говорю. Дух Господень приходит и поселяется внутри нас. Мы должны понимать, что нам нужно принять решение, что именно мы будем искать. Будем ли мы искать вещей мира как потребители, потребляя вещи этого мира, живя от отпуска к отпуску, от одного ресторана к другому, от одного шоу к другому? Будем ли мы думать, что мир наполнит нас, как думала женщина у колодца, которая пила обычную воду? Иисус сказал ей, я хочу, чтобы ты остановилась на минутку. Я хочу рассказать тебе о сверхъестественной воде. Если ты будешь пить свою воду, то снова будешь жаждать. Это может облегчить твою жажду в материальном мире на некоторое время. Покупка новой машины дает радость на некоторое время. Я слышал о человеке, который купил новый холодильник и очень радовался ему. Это был молодой парень. Он купил себе квартиру, ему нужен был холодильник. Он пошел и нашел чудесный холодильник. Это было 15 лет назад. Это был красивый холодильник. Если нажать на одну кнопку, начинало течь холодная вода. Если нажать на другую кнопку, то начинался подсолет. У него никогда не было такого холодильника. И когда он купил этот холодильник и поставил его у себя дома, то был очень этому рад. Это была самая красивая вещь в его квартире. Он был так рад этому холодильнику, что вставал среди ночи, чтобы посмотреть на него. Но знаете, что случилось? в итоге его любовь охладела. Все в этом мире в итоге надоедает. Вещи могут удовлетворять вас какое-то время. Но все приедается, все в мире теряет свою новизну. А когда Бог-Отец дает нам что-то, то внутри нас открывается источник живой воды, который постоянно приносит свежесть жизни. Бог всегда дает что-то новое, что-то более глубокое. Вот чего я ищу. Вот к чему я призываю вас. Это сверхъестественная реальность. Это не физическая реальность. Некоторые считают, что Иисус это просто человек, который умер на кресте за мои грехи. Он намного больше этого. Иисус это Бог, который облегся в плоть. Он жил как человек на земле на протяжении 33 лет. Он пошел на крест за наши грехи, пролил свою кровь, но Бог намного больше этого. Бог невидимый. Он дух. Он не человек. Он дух, который облегся в кровь и плоть, потому что возлюбил нас. Мы должны перестать смотреть на Бога в обычном материальном контексте. Бог есть дух. У него нет начала и нет конца. Он вне времени и пространства. Он существует вне материального мира. Он Бог. И Он призвал нас к неограниченным отношениям. А вот почему Он такой чудесный Бог. У Него есть тайны, которые даже не приходили нам на ум. Писание говорит, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. У Бога есть приключения, путешествия для тех, кто идет за Ним. Но не забывайте, что Иешуа сказал, что Он выплюнет теплых из своих уст. Недостаточно частично следовать за Иисусом. Если вы думаете, что Иисус будет рад, если вы сделаете Его своим хобби, а не жизнью, то вы ошибаетесь. Иисус не хочет занимать второе место в вашей жизни. Он не будет довольствоваться остатками. Он не примет их. Мы должны поставить Его на первое место. Ищите же прежде Царство Божие. Я хочу ободрить вас. Он награждает тех, кто прилежно ищет Его. Но мы с вами должны искать Его от всего сердца. Он должен стать смыслом нашей жизни. И чтобы понять, является ли Иешуа смыслом вашей жизни, вы должны посмотреть на свою жизнь. Вера без дел мертва. Если мы называем Иисуса смыслом своей жизни, но живем как мир, бегаем как курица без головы, не уделяем Богу время своей жизни, не следим за тем, что смотрим по телевизору, не следим за тем, что говорим и с кем говорим, не следим за музыкой, которую слушаем, не проводим время с Господом, не помним о Нем на протяжении дня, то Он не занимает первое место в нашей жизни. И в той мере, в которой мы открываем Ему свое сердце, в той мере Он приходит к нам, Он хочет прийти, но Он может прийти лишь в том случае, если мы дадим Ему место, пригласим Его, вы можете вытеснять Его, Иисус сказал, вот Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему, но мы должны сотрудничать с Богом, Он не заставляет нас, Он не доктрина, не религия, а личность, и мой вопрос к вам, возлюбленные, поставили ли вы Иешуа, и Бога Отца, первое место в своей жизни, возможно, сейчас Господь обличает кого-то, возможно, вы думаете, что любите Иисуса, выходите в церковь, но в вашей жизни Он не находится на первом месте, вы не проводите с Ним время наедине каждый день, вы не ставите Его, первое место в своих талантах, не используете те способности, что Он дал вам, чтобы служить Ему, чтобы быть даром Его народу, вы не ставите Его на первое место в том, что имеете, если вы не делаете этого, то сегодня день спасения, Бог дал вам волю, это дар, мы можем выбирать, помните, Иисус Навин сказал, лично Я и Мой дом, мы все вместе будем служить Господу, я хочу напомнить вам, что Иисус не будет довольствоваться вторым местом, Он не хочет быть нашим хобби, Он должен стать смыслом нашей жизни, Иисус сказал, кто любит отца, мать, братьев или сестер больше меня, не достоин меня, поэтому я прошу нашего небесного отца, чтобы он пришел и открыл сердца людей, которые понимают, что нуждаются в переменах, отче, я прошу тебя привести их в завет близких отношений с тобою, отче, пусть изменится их образ жизни, пусть все старое будет разрушено, отче, пусть тот, кто не проводил время с тобою по утрам, начнет делать это, отец, пусть он окунается в твое слово, поклоняется тебе, отче, помоги людям исправить свою речь, отче, пусть они примут это решение, я прошу, чтобы ты дал каждому открытому сердцу горячую любовь к тебе, отче, зажги свой огонь в наших сердцах, мы хотим любить тебя, авва, той же любовью, что и Иисус любил тебя на этой земле, возлюбленные, пусть Бог обильно благословит вас, я верю, что по мере того, как вы будете приближаться к нашему отцу, он будет открывать вас, Иешуаха, Машеаха, до встречи на следующей неделе. Завершим передачу благословениям. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Иешуаха, 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 Пнавей Леха, Вей Асем Леха, Шалом. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. сегодняшний выпуск завершает цикл Тайны Евангелия от Иоанна сезон четвертый. Если вам понравился этот цикл и вы хотели бы приобрести экземпляр, посетите наш сайт или звоните по телефону. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострого. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. «Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-78-35 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудио проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453 7 На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить подписаться.